Гулбат Викторович, скажите, пожалуйста, как Вы комментируете сообщения по поводу возможных планов Грузии о размещении на своей территории военной инфраструктуры НАТО? Как они сегодня расстояниваются, эти сообщения? В общем, если спрашивать о моем субъективном отношении, которое тоже не так уж субъективно исходит из объективных интересов Грузии, я с самого начала, еще когда вот второй президент Грузии, Эдуард Шеварднадзе, заговорил об этом, что в Грузии может быть размещена там какая-то НАТОвская инфраструктура, а сама Грузия, чтобы быть в НАТО, я очень негативно отнесся к этому, хотя работал в аппарате Шеварднадзе сам, во внешнеполитическом отделе. И остаюсь при моем мнении, и это мнение еще больше усилилось у меня за это время. И сейчас добавлю, что вот в Грузии доминирует это мнение, которое настороженно смотрит о деятельности НАТО в Грузии, в сторону деятельности НАТО в Грузии. И конкретно, что касается вот сейчас новой инициативы, которая исходит, по всей видимости, от новых, части новых властей Грузии, то есть там министр обороны, министр интеграции, европейские структуры и НАТО, вот они об этом заговорили первыми. Это, естественно, никак не может стабилизировать ситуацию в Грузии, наоборот, в регионе. Это будет дополнительным раздражателем. И, по всей видимости, следует данную инициативу рассматривать как некую провокацию, которая вполне возможно подброшена извне и не является продуктом вот чисто внутригрузинских политических реалий. А если в целом говорить, Гулбат Викторович, как Вы думаете, все-таки, насколько сегодня, вот если характеризовать отношения между Грузией и Западом, в частности, с Соединенными Штатами НАТО, насколько сегодня отличаются они от периода правления Саакашвили, и в чем, если есть разница в принципах подходов? Принцип тот же, остается абсолютно тот же принцип. НАТО использует Грузию в одностороннем порядке, то есть Грузия, как государство, как нация, ничего за ней не получает, а она является в руках НАТО некой разменной монетой в споре с Россией. То есть напрямую об этом речи нет, конечно, но вот в кулуарах и намеках и так далее Грузия, конечно, является в руках НАТО неким козырем, который может еще пригодиться в геополитическом споре с Россией. Изменилось единственное то, что в самом НАТО, так сказать, стали относиться более остороженно к грузинской власти, как к прежней власти уже к концу правления Саакашвили, так и к новой власти. То есть это новая власть, в отличие от прежней Грузии, неоднородна. Тут тоже люди были разные, и нет у новой власти одной цельной единой идеологии. То есть все на уровне лозунгов. И в этой ситуации, конечно, НАТО и Западу в целом было выгоднее иметь дело с Саакашвили, нежели с правительством Гарибашвили. Хотя, с другой стороны, как я уже отметил, в принципе не изменились. И новое руководство говорит о том же, что Грузия должна обязательно интегрироваться в НАТО, и НАТО это приветствует. И сама эта организация инициирует различные проекты, в том числе политического характера, не столько военного характера, сколько политического. Вот такая картина в целом. В принципе, остаются те же, какие-то корректировки есть, недоверия стало больше, но цель одна же. То есть Грузия должна играть роль некого инструмента, направленного против России. А вот если говорить о России, отношениях с Россией, есть ли какие-то изменения, либо все же настрой антироссийский? Антироссийский в Грузии настроены бывшие правящие партии, остатки этой партии, национального движения. Настроена маленькая часть интеллигенции, если можно эту часть вообще интеллигенции называть. И некоторые вот ангажированные представители там в сфере журналистики неправительственных организаций, то есть те, которые получают прямое финансирование из западных источников. Эти люди являются настроенными антироссийски, то есть им невыгодно, если здесь ослабнет ли они Запада. Они боятся, что если будут налажены хорошие отношения с Россией, то финансирование из западных источников может прекратиться. Вот такая банальная абсолютно вещь. Речь идет о деньгах, и чтобы они, и чиновники, и политики, чтобы они могли, как прежде, получать финансирование из Запада, и могли гасить в дорогих гостиницах. Их приглашают постоянно в западные страны, в Европу, в Америку. И, в общем, жить им так очень комфортно достаточно, понимаете? Чего нельзя сказать о подавляющем большинстве населения Грузии, которое предствует, и если бы сейчас не российский рынок, я вообще не представляю, что было бы сегодня в Грузии. Вот я вам скажу, забегая вперед, что в этом году очень успешно завершился, завершается уже процесс винтажа в Асочной Грузии, в Кахетии. Скоро урожая очень хорошо прошел. Это Гарри Башвили, премьер-министр, сам это сказал, и население поддержало его полностью в Кахетии. То есть грузинские винопродукты, вино направляется с большим успехом в Россию. То есть не видеть этого нельзя. То же самое мы сейчас ожидаем с цитрусами в Западной Грузии и другими сельскохозяйственными продуктами. Что именно Россия обеспечивает ключ к этому. Россия остается по-прежнему лидером по количеству перевода денежных средств, то есть наличными, когда родственники, друзья грузинских граждан, проживающие в России, они перечисляют, то есть 60-65% лидирует Россия. Как минимум вот такие цифры, 55%, то есть из всех перечисленных в Грузию живых денег приходится на Россию. И в этой ситуации надо быть действительно неприятелем Грузии, нетругом своего народа, чтобы пытаться идти против русско-грузинского сближения. А вот эти силы, которые я перечислил, они делают именно это. И пытаются всячески и достаточно успешно влиять на решение правительства. А то я считаю, исходя из экономических интересов, в первую очередь, и потом уже геополитических интересов, Грузия сейчас уже гораздо больше стала бы интегрироваться в евразийское пространство, и наши продукты были бы гораздо более конкурентоспособными, если бы не таможенные барьеры. Если бы Грузия стала членом таможенного союза, здесь было бы гораздо легче делать бизнес. И наши доходы выросли бы в разы. И последний вопрос, если можно, он заключается в том, что насколько в отношениях между Грузией и Западом, в частности, вот в последних планах, которые объявляются о размещении военной инфраструктуры НАТО в Грузии, еще и может так быть антииранский элемент? Естественно, антииранский элемент автоматически всегда присутствует. Я вот своим иранским коллегам всегда это объясняю, что когда речь идет о каких-то действиях Запада, Грузии, на Кавказе в целом, направленных против России, это автоматически содержит и антииранский элемент. Это всегда так. И я убежден, что вот нынешние разговоры, вкупе с тем, что у нас произошло ужесточение визового режима, это уже было, да, в отношении иранских граждан, Грузия в одностороннем порядке восстановила визовый режим. Это хоть и несколько такой символичный акт, но все-таки показатель того, что Запад ожидает от Грузии более дистанцированных отношений с Ираном. И я не знаю, не могу с точностью так утверждать, это был заказом Запада или конкретно правительстве Грузии это придумали, ужесточение режима с Ираном. Но это факт. И это показатель того, что Запад влияет негативно на Грузию не только в смысле грузино-русских отношений, но и в смысле грузино-иранских отношений. Это однозначно.